Здравствуйте! Мы на библейском портале Экзегет отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос нам поступил. Зачем школьникам насаждают военно-патриотическое воспитание? Это провоцирует насилие, агрессию и не способствует миру. Я не стану придираться к словам «насаждают», попробую ответить по сути, зачем вообще необходимо патриотическое воспитание. Что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь к родине. Понятно, что точно так же, как и любую любовь, его можно извратить. Мы знаем, как может быть извращена любовь родителей к детям, какой извращенный форм может принимать любовь детей к родителям, мужа к жене, жены к мужу. То есть центральное чувство, которое человек в этой жизни испытывает любовь, оно, к сожалению, легче всего и поддается извращению. Так вот, конечно, и патриотизм можно извратить, можно превратить его в ксенофобию, в нетерпимость, в национализм. Но опять-таки я не хочу сейчас говорить об этом, а поговорю о том, нужен ли нормальный или здоровый патриотизм ребенку, подростку и вообще человеку. Насколько патриотизм совместим с христианством? На первый взгляд, не очень совместим. Например, апостол Павел в послании к евреям говорит об этом так. «Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». То есть апостол говорит, что у христиан здесь на земле, по сути дела, нет родины. Возник даже такой термин греческий «уранополитизм» или по-простому, по-русски выражаясь «небесное гражданство». Отечество наше на небесах, здесь мы странники уходящие, как спел в свое время еще в 90-х годах отец Роман. И это, в общем, действительно так. Истинное отечество христианина находится на небе. Но ограничивается ли этим наше отношение к нашей земной родине, к нашему земному отечеству. Мы видим, что в Священном Писании Господь по отношению, например, к нашим земным родителям или нашим земным детям говорил такие страшные слова. «Кто не возненавидит отца своего и матерь свою, не может быть моим учеником». Кто не отвергнется от того, что здесь есть у него на земле, я сейчас даже не буду точную цитату приводить и перечислять все это, «тот не достоин быть моим учеником». И, знаете, однажды в 90-е годы мне довелось беседовать с послушником одного из московских монастырей, молодым совсем человеком, который только-только пришел в церковь и сказал мне буквально такие слова. Я вот в Евангелии тут услышал, что надо возненавидеть отца с матерью, и это такая высокая добродетель. А я не понимаю, почему это такая добродетель? Я и так их ненавижу. То есть надо отличать одно от другого. Для человека, который искренне любит своих родителей или искренне любит свою жену, своих детей, готовит жизнь за них отдать. И это настоящая, замечательная, правильная любовь. Такому человеку Евангелие и Господь конкретно напоминает. Бога ты должен любить больше. Ты должен, если вдруг, не дай Бог, конечно, тебе придется выбирать между, ты должен выбрать Бога. То есть здесь вопрос не о ненависти в чистом виде, а о том, что выше, что главнее, что важнее. Любовь к Богу у христианина должна стоять на первом месте. Это вовсе не значит, что этот христианин должен действительно вот в таком простом понимании слова и его смысла возненавидеть своих отца с матерью, возненавидеть свою жену, отречься от своих детей. Хотя, еще раз говорю, эти слова встречаются в Священном Писании, но они стоят как бы в сравнении, что если вдруг, не дай Бог, тебе придется выбирать, ты должен будешь выбрать Бога. То же самое, когда речь идет об Отечестве, мы должны понимать, что у каждого христианина, да, у меня есть дом, значит ли это, что я не должен наводить в нем порядок, что я не должен его любить, что я не должен его ремонтировать, что я не должен о нем заботиться? Конечно, должен, значит, какой я хозяин в своем доме? Конечно, если при этом я забываю, что это всего лишь временное жилище, и, скорее всего, лет через сто, а то и гораздо раньше, от этого дома не останется камня на камне. И это всего лишь попечение о земном, безусловно, необходимое, потому что это место, где живет моя жена, это место, где растут, воспитываются и становятся людьми мои дети. Вот. А так, да, это временное жилище, и цепляться за дом, особенно если, не дай Бог, придется выбирать, я не должен. То же самое относится и к моему земному Отечеству. Земное Отечество и любовь к нему, безусловно, является замечательной христианской нравственной ценностью, которую необходимо специально прививать, в том случае, если вдруг по каким-то причинам она оказалась непривита. Ну, например, если вдруг я начну говорить о своей маме «эта женщина», это значит, что у меня что-то неправильно с нравственным чувством, и меня необходимо воспитывать, объяснять, что «эта женщина» на самом деле – это моя мать. Если я буду говорить «эти дети» по отношению к своим детям, не «мои дети», то, опять-таки, понятно, что, скорее всего, у меня что-то неправильное с отцовскими моими чувствами. Поэтому, когда я, например, говорю про мою родину «эта страна», да ещё с пренебрежительным оттенком, или называю её каким-то образом «рашка», или ещё что-нибудь, «совок», это говорит о том, что у меня глубоко повреждены мои нравственные чувства, и я не понимаю, что такое родина. И тогда это необходимо воспитывать. А как воспитывать? Что вообще такое процесс воспитания? Самый простой магистральный путь любого воспитания – это когда мы подводим, если мы говорим о детях, в данном случае, или о подростках, их к созерцанию какого-то факта, какого-то явления. Даём им пережить это. Например, если мы смотрим хороший фильм о войне, мы начинаем сопереживать его героям. Если мы смотрим хороший фильм про любовь, если мы смотрим хороший фильм про любовь, то мы, начиная сопереживать героям, понимаем, что такое любовь. Если мы смотрим какие-то патриотические фильмы или передачи, если мы слушаем какие-то рассказы, если мы стараемся и нас приучают что-то делать для нашей Родины, тогда, безусловно, это чувство будет постепенно укореняться в наших сердцах. И ещё раз говорю, чувство это с христианской точки зрения очень здоровое, неестественно и даже противоестественно не любить детей своих, не любить своих родителей, не любить свой дом, не любить своё село, город, не любить свою страну. Такой человек, знаете, мы любим вообще на самом деле одним местом. Мы и Бога любим, и жену любим, и детей любим, и даже картошку любим где-то вот здесь. И если вдруг чего-то мы не любим из того, что предписано и благословено Богом нам любить, значит, сердце наше повреждено. И поэтому, конечно, ребёнка необходимо воспитывать в любви. В любви к родителям, в любви к своим братьям и сёстрам, в любви к своему дому, в любви к своему двору, к своей школе, к своему городу и к своей Родине. И тогда, когда он уже освоит и будет знать, что это такое, у него не будет возникать вопросов, как это возненавидеть их, если что. А что значит возненавидеть? За что возненавидеть? В том случае, если вдруг эта любовь будет отрывать меня от Бога, будет мешать моему соединению с Богом, я с Богом должен возненавидеть их. Точно так же, как, например, в Евангелии сказано, что если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом и с одной рукой войти в Царствие Божие, чем с двумя руками и зрячим войти в гиену огненную. Если вдруг таким образом возникает ситуация, когда тебе приходится выбирать, тогда да, тогда можно возненавидеть, тогда и Родину можно возненавидеть, если она встаёт между тобою и Богом. Но это исключительные, редкие ситуации. Дай Бог, чтобы до нашего веку нам с вами не пришлось с такой ситуацией столкнуться. Субтитры создавал DimaTorzok